Работа круглого стола началась с обсуждения дальнейших планов. Главную цель всех этих мероприятий озвучила сенатор Совета Федерации от Чувашской Республики Галина Николаева. Уважаемые коллеги, я вас хочу проинформировать о том, что наш комитет по науке и образованию культуре Совета Федерации Активно занимается в течение этого года подготовкой, обсуждением и принятием в тех трех государственных важнейших документах, о которых мы говорили в ходе старта года культуры. В конечном итоге добиться поставленной цели, чтобы все наше население было духовно обогащенным, чтобы мы были нравственно чистыми, чтобы мы были готовы ценить свое прошлое и, более того, быть готовыми сохранить нашу историку культурного наследия. Уровень населения определяется его культурой. Раз мы считаем себя развивающимся городом, то и вопросы культуры должны быть ведущими. На круглом столе поступило предложение, что надо больше рассказывать о победах и достижениях наших талантливых детей, устраивать их вернисажа, давать возможность юным талантам выступать на публике на праздниках. Задача взрослых, родителей, педагогов, даже дошкольных образовательных организаций – выявить способности ребенка. Есть музыкальные занятия в наших дошкольных учреждениях, есть все-таки уроки музыки школ. Поэтому, если мы вместе, все педагоги, которые работают с детьми, будем устремлены и нацелены на то, чтобы выявить таланты ребенка, подсказать родителю, как можно их развить, то мы сделаем уже, в общем-то, важный шаг для развития ребенка. Необходим личный пример, чтобы дети росли достойными членами общества, отметила Галина Григорьевна. Все, что касается порядочности, скажем так, гражданской, например, позиции, ответственности, законопослушания, эти законы можно всегда, скажем так, усовершенствовать и внести изменения. Я согласна, что такие факты не должны быть. Большое внимание в ходе кругового стола уделялось и вопросам деятельности библиотечной системы. Поднималась тема уменьшения, хоть и незначительного числа посетителей. Необходимо пропагандировать чтение, возможно, даже и в рекламных роликах. Даже реклама была, когда ночью улица фонарик. Очень многие из моих знакомых это сподвигло просто-напросто к тому, чтобы хотели прочитать это стихотворение полностью. Далее участники кругового стола прослушали информацию о сохранении, изучении, возрождении, популяризации такого ценного материала, как было отмечено культурного наследия и развития народных промыслов. Галина Григорьевна отметила, что если в республике не хватает четкой политики в отношении культуры, тогда нужно предпринять меры. Главная основа государственной культурной политики должны законодательно войти в закон о культуре. И еще у нас будет стратегия развития культуры в Российской Федерации до 2025 года. Я надеюсь, здесь будут вопросы и укрепления материальной базы, здесь будут вопросы и организации содержания деятельности, и подготовки, поддержки кадров, повышение их квалификации, ну и создание, наверное, определенных условий. Участники круглого стола надеются, что этот год привлечет пристальное внимание к проблемам в культуре и не станет последним.